Здравствуйте. 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 Хорошо, как ваши? Отлично. Как материал усваивается? Тяжеловато. По задачкам. Попробуем, посмотрим. Если честно, я тоже думаю. У меня есть еще несколько задач, которые я хотел с вами решить, чтобы повторить прошлые темы. Я думаю, мы лучше давайте по порядку закрепим темы, которые мы уже прошли, и потом перейдем к новой теме. Хорошо? Хорошо. Ну, как вам домашнее задание получилось сделать? Ну, да, так. Не все сделали. Когда получилось, решили. Так, окей, хорошо. Там, в принципе, можно было проверить решение, да? Да, там решение есть. Окей, хорошо. Так, все все здесь? Так, всем видно мой экран. Да, белый лист. Да, белый лист. Именно. Окей. Так, вот такая есть интересная задачка, которую мы в прошлые разы не решили. Представим, что у нас две компании. Компания-1 и Компания-2, да? В 2000 году, в 2000 году, Компания-1 заработала 10 тысяч долларов. В 2006 году, первая компания заработала 7 тысяч. Вторая компания, в первом году заработала 2 тысячи долларов, а во втором году 3 тысячи долларов. Вопрос, в каком году Компания-1, в каком году Компания-2 будет зарабатывать больше, чем Компания-1. Или давайте для начала найдем, в каком году Компания-1 будет зарабатывать столько же, сколько и Компания-2. Задачка понятная? Давайте попробуем сделать график. Все это мы можем записать как функцию времени. Время у нас определяется буквой Т. И здесь это у нас прибыль. Можем определить в принципе в долларах. Опять же, это у нас х-координаты, y-координаты, просто мы их назвали по-другому. И вот у нас, скажем, 2000 год. Здесь у нас 2006. Итак, и здесь у нас, скажем, 2000. Хотя так, 3к, 4к. 5к. К. Понятно, да? 1000. Это? Да-да. 8000, 9000, и вот пусть будет 10000. окей у нас есть две оси и скажем давайте изобразим нашу первую точку 2000 в 2000 году компания 1 заработала 10000 вот у нас год тут и двухтысячный учатся отсюда и нас идет мы видим то что когда x у нас равен 2000 y у нас равен чему есть 10000 это вот такая . теперь сделаем то же самое для 2006 года x у нас получается 2006 правильно и 2006 у нас 7000 было согласно таблице вот такие вот у нас вот такие две точки это все относительно компании 1 что мы можем здесь давайте проведем линию все таки у нас линейная линейная функция проведем линию она прямая мы можем ее сделать обозначить как компания номер один делаем то же самое для второй компании в 2000 году какая была прибыль у компании 2 2000 в 2016 прибыль была 3000 2000 ой сори в 2006 3000 . будет примерно здесь давайте поменяем цвет здесь тоже давайте сделаем прямой и мы видим что мы видим вот вот эту часть . пересечении вот эта зеленая линия это у нас компания 2 и а эта . красная . что она показывает когда у нас будет заработок компании 1 равен заработку компании 2 помните как мы с вами представляли линейные функции как линейная функция это у нас игрек равен чему к x плюс b к x плюс b все правильно x плюс да и так игрек у нас здесь до доллара это у нас игрек с этой стороны мы можем смотреть время это у нас x наша ось x теперь давайте напишем когда у нас давайте сделаем сначала для первой компании на каре координаты нужно записали на двух точек и потом найти угловой коэффициент да мы найдем сначала запишем координаты запишем функцию в виде функции в виде вот этой функции и найдем коэффициент у них сейчас давайте запишем двухтысячным их с любое значение примерно так и 1 x у нас вот x 2000 2000 плюс b мы не знаем пока у нас b равен десяти тысячам здесь вторая . у нас 6 год в равен 7000 там можем здесь сделать мы можем одно другого вычисли пока мы работаем с первой компании здесь я обозначил компанией 1 хорошо и так у нас есть получается две точки информации об этой линии мы хотим посмотреть что еще можем из этого вычесть и так отнимаем 2006 к минус 2000 как будет 6к б и б у нас уходит тоже до отнимается плюс б от минус б и брат плюс б что вы видите не минус 6к разве нет вот мы сейчас скажу мы от нижнего верхней от нижнего отнимаем верхней понятно и что у нас здесь получится минус 3к минус 3000 и к таком случае у нас равен будет минус 500 теперь раз мы узнали к что мы можем мы можем подставить да это у нас система уравнений мы их сначала можем отнять друг от друга можем в принципе вот мы сейчас сделали по второму способу помните второй способ сейчас мы им воспользовались мы отняли один от другого теперь давайте просто подставим часть минус 500 в один из наших примеров скажем b у нас равен десяти тысячам минус или тысяча к б у нас будет равен есть что думаете чему будет равен вместо к мы просто подпишем минус семь пятьсот сейчас вот у нас десять тысяч минус 2000 умноженное на минус 500 до минус мы умножаем на минус у нас бы становится миллион сто 10 тысяч и плюс у нас 1 миллион минус девятьсот девяносто девяносто все поняли как у нас получилось такое число мы умножили это и минус на минус у нас получился плюс и так бы у нас в конце получается 1 миллион и 10 1 миллион десять тысяч окей вам нужно это записывать вы записываете сейчас записываем еще на ли это да правильно действить давайте зачтем это тоже да кто заметил новички а 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 можно пока спросить да конечно вот когда мы таким способом систему решаем в каком случае мы от одного отнимаем другое а каком случае плюсуем а а а Да, вы спрашиваете про это действие. Да. Что мы вообще здесь делаем? Мы пытаемся это всё превратить в какое-то выражение полегче, скажем, вот в это. И чтобы его превратить в такое выражение, мы можем либо отнять, либо прибавить без разницы. Почему мы здесь хотели отнять? У нас потому что плюс b и плюс b есть в обеих функциях. Мы, если один от другого отнимем, то мы избавимся от одного неизвестного числа. А, понятно. То есть, если бы здесь был минус, тогда мы бы плюсовали? Да, если бы был минус b, а здесь был бы плюс b, мы бы решили их сплюсовать. Мы, например, точно так же могли бы, если, скажем, здесь было бы 2b, а здесь 1b, мы бы могли весь этот пример умножить на 2. И с этой стороны, и с этой стороны умножить на 2. И уже потом отнимать. Так, ладно, все записали. Что мы можем еще здесь записать? Получается, y у нас равен чему? Вот мы знаем, у нас есть уже ик, и у нас есть уже иб. Можем посчитать формулу y, типа у нас равно y равен минус 500x, плюс b у нас 1 миллион 10 тысяч. Почему получилось 1 миллион 10 тысяч? Потому что мы считаем с 2000 года, как будто бы, на графике у нас 2000 год это не нулевой год, а нулевой год это у нас, по сути, ну нулевой год от Рождества Христова. Получается, вот в этом отрезке еще 2000 лет есть. И график проходит через ноль. Понятно? Вот у меня вопрос. Есть же такие графики, когда они из той же параболы становятся прямыми. Мы тогда их как решаем? Делим на отрезки и берем какой-то конкретный отрезок? Или мы их не так решаем, по-другому будем решать? Вы про какие? Что происходит с параболой? Ну вот, например, парабола, потом она дальше уже по годам, например, да, ну вот, например, обороты. Понятно же, что цена там не 10 тысяч, она не сразу же появилась, а была там меньше. Ну, как кривые рассчитывают, не прямые, а интегрированием, скорее всего, наверное. Да, когда, ну, например, сейчас, то, что мы проходим, это линейные функции, да? Вот мы квадратичные вот только начнем сейчас. В линейных, в линейных нет, в линейных она подразумевает то, что оно идет прямое. Ну, например, если будет, скажем, у нас функция какая-то, там, х3 плюс х2 плюс х1 плюс там еще что-то, 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 то тогда там она может быть какой-то кривой, да? Да, 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 я вот права, такие. Да, да, это будет, когда мы будем уже после квадратичных. Спасибо. Можно еще вопрос? Да, конечно. Так, какой ответ? Я не поняла. Вопрос же, когда компания 2 превысит профит компании 1? Это только, да, все правильно. Мы вторую еще не считали. Да, это первая часть решения. Окей. А мы можем сократить, чтобы были, ну, не миллионы, а поменьше на 500 тысяч? Да, чуть попозже сократим. Сейчас, потому что у нас во втором тоже у нас и тут 2 тысячи, и тут 2 тысячи тоже выдержит у нас большое число. Поэтому давайте на следующих сначала посчитаем второй и потом сократим. Маленькие суммы надо было брать. Так, окей. Теперь. Для компании 2 рассчитаем. Цвет поприятней. Компания 2. Итак, для компании 2 у нас тоже 2 тысячи. Здесь давайте я нарисую быстренько опять. Двухтысячный год и 2006. Да? Компания 1, компания 2. Здесь у нас 10 тысяч. Здесь у нас 7 тысяч. И здесь у нас 2 тысячи. Здесь у нас 3 тысячи. Да? Эту тоже помните. У нас получилось что-то там. Такое здесь у нас они пересекаются, да? C1 равно C2. Окей. Да, давайте запишем эту систему. Опять же, плюс B равно в этот раз у нас 2 тысячи будет, да? В 2000 году прибыль 2 тысячи. В 2006 году прибыль у нас 3 тысячи. 3 тысячи. И опять же, мы можем один от другого отнять. Так будет 6К. B у нас сокращается, да? Дома здесь сокращается. Будет равен... 1000. 1000, все правильно. 1000 и К будет равен у нас... 166 и 6. Да, давайте запишем в виде дроби. Да? Вот 1000 делить на 6. Можем это все сократить на 2, да? Да, на 2. 500 делить на 3. Хорошо? Так, теперь мы нашли К. Давайте найдем B. Найдем B. B у нас равен... Чему? Давайте B будет рай. Здесь мы ищем B, эту часть перекидываем сюда. Да? Эту часть просто сюда перекидываем. Посмотрим. 2000 минус... 2000 К. И что мы можем? Мы можем эти 2000 вывести за скобку. Да? Равно 2000. На 1 минус К. Это понятно, да, как получилось? Поэтому вопросов нету? Да. Окей. Да. И давайте теперь подставим просто К. Это будет 2000 умножить на 1 минус 500 деленное на 3. Можем, в принципе, эту часть здесь же решить. Что будет ответ в этой скобке? Кто знает? 2000 умножить на 1, как что мы можем представить? Надеюсь, не забыли вот эти. А, 3 на 3. Сейчас, секундочку. Все правильно. 1 мы можем представить, как 3 третьих. Минус 497. Минус 503. Это будет у нас 2000. 2000 умножить на... Минус 497 поделенное на 3. Минус 497 поделенное на 3. Это все равно... Смотреть по калькулятору. Такому числу. Мы нашли... Так, мы нашли... Мы нашли B и мы нашли K. Y у нас равен... K это у нас 500 делить на 3. 2 на 3. X, да? И плюс... B. Это понятно, да? Теперь у нас... Это у нас... Простите, все-таки мне непонятно. 1 минус K это вот в скобках. Это что было? 1 минус K. Вот у нас здесь было 2000 минус 2000 K. Мы решили выразить... У них... У нас общий множитель. Да? 2000. Да, все понял. Все понял. Теперь понял. Окей. Все хорошо. Так, для компании... А, тысяч... Ага. Можно там же минус 994. Все правильно. Все правильно. Молодец. Кто это заметил? Сегодня, кажется, их давнее было. Яр в ударе. А, нет. Я просто отдыхаю. Очень хорошо. Очень хорошо. Да. Вечер, дайте. Так, а для компании 1 у вас записано, да? Y чему равен был? Итого у нас есть два выражения. Для компании 1 и для компании 2. По сути, вот эти линии... Мы можем, например, эту линию записать вот как... Обычно можем записать это в виде... Хотя это у нас первое. Минус 500x плюс 10 тысяч. 1 миллион 10 тысяч. Это у нас эта линия, а вторая линия, это у нас функция второй линии. Это у нас вот это выражение. Окей. Сейчас давайте здесь... Эти два выражения можем поместить в одну систему. И такая вот система у нас получается. Вот. Такая система. Это понятно? Да, понятно. Так. Вам записать это нужно или вы уже записали? Уже все. Так, уже все записали. Окей. Так, теперь. Теперь у нас задача легкая. У нас нужно решить эти два... Эти два выражения. Эту систему. Так. Давайте попробуем решить. Давайте... Вы пока подумайте, как ее решить. Пока я здесь стираю в доске. Можно их приравнять. Правильно, можно их приравнять. Очень хорошо. Давайте именно это сейчас сделаем. Так. Перемешними. Окей. Так, окей. Вы готовы? Да. Окей. Итак. 500 делить на 3. Икс. Да? Да. Икс. 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 Вот минус. 99. 99. Можно просто сразу икс туда вытащить. За равно, да? Или нет? За равно. Нет. У нас такое выражение. Мы одно. Нет. Эту часть. Эту часть к этой части приравниваем. Мы их записываем. Мы же, мы сейчас ищем, где у нас компания 1 будет равна компании 2. 2. Доход компании 1 будет равен доходу компании 2. Поэтому, как бы, если на графике это посмотреть. Вот мы ищем вот эту точку. И, как вы видите, у этой линии мы видим то, что Y одинаковый. И на этой точке будет одна координата у них. Икс. 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 У них будет здесь одинаковый. Вот мы сейчас их будем искать. Так, если у нас вот два Y мы знаем. Выраженные так. В принципе, у них Y равно Y. Y1 равно Y2. Икс. 1 равно X2. Мы можем их выразить просто так. Отставить рядом. Так. Итак, здесь у нас минус 500X плюс. Дописать, да? Миллион сто. На миллион сто. Тысяч. Один миллион десять тысяч, по-моему, да? Ну вот, десять. Итак. Что мы можем сделать сейчас? У нас, видите, здесь у нас тройки. Давайте умножим обе части на 3. Обе стороны мы можем умножить на 3. Это нашему равенству никак не повредит. Правильно? С этой стороны у нас будет 500X минус. Какой у нас там калькулятор? А, в принципе, нам не нужен калькулятор, да? Мы же тройки сокращаем. 994 тысяч. Мы вот эти все сокращаем. Итак, здесь у нас, мы теперь умножаем на 3. Минус 500 на 3 будет минус 1500, да? Плюс 3 миллиона. 3 миллион 30 тысяч. Да, 30 тысяч. Правильно. Теперь, окей, мы видим, у нас здесь есть два нуля, здесь есть три нуля, ну, здесь есть два нуля, и здесь два нуля. Можем все это дело сократить, да? Да. На 100? Да, давайте сократим на 100. 5X минус... Упс. Это равен 15X минус 15X плюс... Мы можем, в принципе, сократить еще на 0, да? Да, да. Зачем? Ну, блин, давайте не будем. Давайте, скажем, перекинем сюда 15, да? Это у нас будет 5X плюс 15. 20X. Правильно, 20X. И здесь, давайте посчитаем, сколько это будет? 40 240. Итак, у нас выходит 20X. Равен... 40245, да? Да. Да. 40245. Давайте... И все, мы можем обе части просто поделить на 20. Да? То X у нас будет равен... Ну, и сразу давайте уберем. 2012. Правильно. 2012. Да, 2012. Да. 2012. Итак, получается, здесь у нас 2012 год. В 2012 году компания 1 будет зарабатывать столько же, сколько и компания 2. 4 тысяч. Да? Это правильно. Да. Окей. То есть у них еще есть 6 лет приравняться, да? Да, 6 лет приравняться. Теперь у нас вопрос был, например, в каком году будет... Увеличение у кого? Да. В каком году компания 2 будет зарабатывать больше, чем компания 1? Круглая скобочка 20-12 плюс бесконечное. Да, правильно. Уже прямо со следующего года, по-моему, у него первая компания падает. Да, 2020 у нас не исключительно, потому что у нас больше, больше, а не больше или равно, а просто больше, да? А 2020-го и там до бесконечности. Это понятно. А я извиняюсь, а у этой задачи же полегче решение тоже же есть, да? Да, там есть по логике, можно было бы поставить. Там просто, если отнять разницу между доходом и разницу между годами. Ну, это через К, да? Дельта Y, деленное на дельта Y. Да, да, да. Нет, у нас там, получается, за 6 лет компания C1... Нет, да, как вы это сделаете? Уменьшает свой доход на 3 тысячи, и потом можно было бы еще прессовать. Ну, можно было, да, конечно, отнять и прессовать. У нас же просто две точки имеются в отрезках. Получается, дельту компании 1 вывести, потом дельту компании 2 вывести. И потом одно от другого отнять, и все. Ну, нет, ну, помимо дельты компании... Вот у нас дельта компания 1. Вы имеете... Вы это имеете в виду? Да. Так, это у нас равен коэффициенту. И коэффициент он у нас здесь... И если мы их друг от друга отнимем... Мы не поймем, в каком году будет это. Ну... Просто, когда вот как раз-таки в модуле было 2.2 или 2.3, что-то наподобие такого, как раз точку пересечения, смогли решить через дельту Y на дельту X, потом дельту общую. Выделили K. Одно K отняли от другого. Ну, окей. Графически, то есть, можно было сразу, да? Графически, да. Конечно, да, можно было. Графически эти увидеть, да. Да, да. Если, например... А вот можно... Ну, ладно, говорите. Если мы забьем это в калькулятор сюда, в Десмос наш, он нам сразу посчитает, в принципе. Так, да, ваш вопрос? А вот при таком раскладе у компании 1 как бы в убыток все пошло. Да, да. Так? Но мы же еще как бы не прогнозируем, и до, допустим, вот 23-го года будем смотреть его, да? данные и сверять. У него есть возможность повысить? Да, этого... Это как бы... Дальше помню. Да, это задачка такая, но смотрите, по сути это не... Задачка не из настоящего мира. А. Да, типа это просто задачка на линейное уравнение, просто чтобы примерно логику понять. А так, конечно, в мире... Конечно, понятно. Вещи непрямые, непрямые идут, да. Ну, по крайней мере, не все. Окей, окей. С этим понятно, да? С этим разобрались. Понятно. Вопрос, вопрос маленький. Именно Эльдане решила задачу, когда мы только начали ее разбирать. Вопрос. Как ты ее решила? А, вот так вот, сейчас покажу. Тут получается компания С1, вот за 6 лет, либо, вот, то есть, у них там убыток на 3 тысячи, да? А у компании С2, тут, по-моему, 2 тысячи, да, было? У них там за 6 лет плюс тысячи. То есть, у них приближ на 1 тысячу. И можно было бы почитать, а, типа, плюс еще 6 лет, это 2012-е. И у компании С1, вот, минус еще 3 тысячи. 7 минус 3, это сколько? 4. 3. Да, 4К. И потом у компании С2, 3 плюс 1, это сколько? Тоже 4, да? То есть, это получается вот этот вот год, 2012-й. Это С1, это С2. Все? Я понял. Это было очень просто. Да, ну, конечно, это посчитали на пальцах. Посчитать на пальцах тоже можно, да. Есть это простыми числами. Окей. Так, ладно. Еще вопросы есть по этой теме? Нет. Спасибо. Хорошо. Я стираю, да? Все записали. Так. Окей. Теперь, допустим, у нас есть... Допустим, у нас есть такая функция. Скажем, не x равен, пусть будет, это сейчас запутаем. y равен, конечно, f of x. Но в задачах иногда вы можете эти буквы менять, без разницы. Самое главное, знайте, что есть, чьи функции, скажем, вот эта часть у нас равна y, или равна, у нас называется эта ось, f of x тоже может называться эта ось, эта ось у нас x. Итак, давайте, у нас есть такие координаты. При y равном, при x равном 3, y будет 15, при y равном, точнее, x равном 10, функция у нас покажет 36, при y равном, при x равном, при x равном, функция 20, скажем, да, функция 20, а у нас покажет результаты 66. И нам нужно доказать, линейная ли это система. Допустим, у нас что-то двигается, да, и вместо x равном, опять тоже время давайте поставим, да, время поставим, да, вместо x равном, у нас пусть будет время, а вместо y мы будем измерять, скажем, скорость, да, скорость. И давайте просто узнаем, у нашей машины, скажем, скорость, она линейная, постоянная, или же нет. как мы можем это сделать? Здесь давайте мы сразу начертим график, да? И хотя с другой стороны, нужен ли нам график? Что, по сути, вот это значит? Нет, она не линейная. Только y там. Мы можем потерять y2 на y1 и их сравнить, или нет? Да, только не только y2 на y1 мы будем делить, но нам и нужно узнать, смотрите, нам нужно узнать коэффициент, и у равно к x, да? Если у нас x равно 2, то 2 умножить на 1, это 2, 3 это 3, 10 это 10, а 20 это 20. Да. Давайте посмотрим. Скажем, вот у нас при x равном 2, sorry, пункция 2, у нас дает результат 12, да? Скажем, 12 где-то здесь. Вот у нас одна точка. при x равном 3 функция дает нам 15. Точка где-то здесь. Как мы можем проверить, линейная она или нет? Что бы была функция линейная? Что нужно, чтобы у нее было? Линия. 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 Прямая линия. Да, прямая, правильно. Прямая линия. Что мы можем здесь сделать? Давайте мы посмотрим, мы можем найти коэффициент, коэффициент изменения, да? Что такое угловой коэффициент? У них линия одинаковая, у них угол одинаковый должен быть, да? Вот у нас угловой коэффициент равен дельта y делить на дельта x. Мы можем отсюда взять, вот у нас есть, мы можем выбрать y1, y2, y3, y4 и выбрать два из этих числа. Скажем, 12 и 15. 12 и 15. От большего отнимем 12 и поделим это на что? На 3 минус 2. Ответ будет 3 деленное на 1 равно 3. Окей, значит у нас здесь между этими двумя точками, да, вот у нас две точки, между ними коэффициент 3. Окей, давайте посмотрим коэффициент между этими двумя точками. Да? 56 минус 36, да, это у нас y. 20 минус 10. Что у нас получится? То же самое. Мы можем выбрать еще несколько точек, да? Попробуем там 36 минус 15 делить на 10 минус 3. Чему будет равно? Тоже 3. 21 деленное на 7. И, исходя из того, что у нас коэффициент, угловой коэффициент одинаковый, мы можем представить то, что у нас, то, что мы можем доказать то, что эта функция линейная. Да, линейная, прямая. с этим проблем нету, да? Да. Окей, хорошо. Окей. Так. Не будем терять время, сразу пройдем дальше. из новых тем, то, что проходили в прошлый раз, еще давайте решим такой пример. x в большем пяти икс. Так, представим, что у нас линия, такая, координат. Помним, что такое фигурная скобка, такая, это у нас значит или. Это значит и, а это у нас или. Окей. Давайте найдем значение здесь. Да, попробуем найти. В принципе, нам здесь что нужно решить? Только здесь одну часть нужно решить, упростить, скажем, да? Это 2x больше чем 3 плюс 4, правильно? Сейчас решаем только вот эту часть. Скажем, 2x будет равен 7, x будет равен 3,5. Это понятно, да? Тогда мы получаем такое выражение. не равен, простите. Больше, да. Правильно, да. Больше. x у нас больше 3,5 и x меньше 10. Так. Ну, давайте, в принципе, у нас все, здесь все знаки по одному, x понятно где. Так что, давайте, больше нам ничего решать не надо. Так. Посмотрим. Здесь x больше 3,5. Давайте, здесь у нас какие значения вообще есть икса. Есть 3,5, а вот есть минус 1, самая маленькая, да? Минус 1, 3,5, 5 и 10. Все нормально слышно? Да. Итак. Ага, слышно. Хорошо, давайте возьмем новый цвет. Итак, в первом случае у нас должен быть x, больше 3,5. Что мы делаем? Мы делаем, как мы пишем x больше 3,5? Так или пустой кругляшочек? То есть, он больше. Правильно, да? Если было бы больше, то, когда был бы больше. Больше или равно, то закрыты, да. Так, у нас здесь пустые. И куда мы идем? Мы идем в ту сторону, где больше, да? Все, что больше, все, что больше, все это подходит под это уравнение. Вторая часть. x должен быть меньше 10. Да? x должен быть меньше 10. Давайте возьмем желтый. Опять кругляшок у нас какой? Отсюда. И давайте я вот так лучше делаю пониже. И все это идет в сторону бесконечности, да? Так. Это понятно, да? Это все, все числа меньше 10 нам могут подходят под эту функцию. Итак, второй аргумент. x больше 5. и так. Опять же, это у нас круглая, Точно. Пустая. И больше. Все, что больше. Получается, это все, что находится в этой стороне. Итак, и все, что x меньше одного, меньше минус одного. Это, получается, у нас все идет в какую сторону. Лево. Лево. Так. Теперь. У нас вопрос. Из этих выражений нам нужно выбрать или, или, да? Или, или. Но здесь нам нужно выбрать и большая скобка. Итак, для начала давайте посмотрим больше, чем 3 и меньше, чем 10. Это у нас какой отрезок? Это у нас вот этот отрезок, да? Трех с половиной. Красный и желтый. Да, это вот у нас красный и желтый отрезок. это он. Теперь x это от 5 до 10 получается. Нет, это у нас больше 5 и меньше. Это получается, у нас нет такого отрезка. Эта часть и опять эта часть. Они у нас идут в две разные стороны. Давайте скажем вопрос, почему не от 5 и в ту сторону? Ну, потому что x должен больше 5 быть. Вот. В общем, давайте пусть это у нас будет команда 1, а это у нас команда 2. Нам нужно, чтобы у нас с каждой командой был хотя бы по человеку. Так у нас команда 1. Команда 1. Вот 3 с половиной больше x больше чем 3 с половиной. Это у нас команда 1. И меньше у нас тоже команда 1. У нас теперь команда 2. Команда 2. нас все, что от 5 больше. Это у нас команда 2. Так сделаем команда 2. И это у нас тоже команда 2. нам нужно место отрезок где у нас есть члены и команды 1 и команды 2. Вот у нас есть. давайте отменить бесконечности до 10, да, получается? Да, правильно. Вот в этом отрезке у нас есть и там из первой команды и со второй команды. Есть, да? Здесь у нас нету. Здесь нету. Итак, здесь у нас есть команда 1 и команда 2. Вот в этом отрезке. красная линия это у нас команда 1, желтая линия это тоже у нас команда 1. Здесь тоже нету. Но команда 5 же тоже вот, где синяя, она же как раз тоже пересекает ко второй команде. нет. А там пустая видите? Больше же. Она больше 5. Но не равна 5. То есть она не пересекает все, что от 5 и выше пересекает. Вот и так все, что от 5 и выше у нас идет вот это 5 идет вверх. И в этом отрезке у нас есть. Первая команда у нас идет до бесконечности. Вторая команда у нас тоже идет до бесконечности. Получается ходит. Итак x у нас элемент здесь мы можем сказать от минус бесконечности и до кудова? Минус одного. До минус одного. Включительно или нет? Нет, не включительно. Соответственно какие скобки будут? Круглые. Круглые. Так union союз отсюда откуда мы начинаем? от минус 5 до 10 ну да позитивно 5 плюс 5 и до бесконечности нет до 10 почему до 10 потому что не равно смотрите нам нужно чтобы у нас был вот в отрезке мы поделили вот так вот их отрезки чтобы у нас там был и член первой команды и член второй команды там получается где 3 и 5 он же дальше тянет он охватывает десятку имеется до бесконечности от 5 и все что от 5 идет туда да 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 согласна все объединение да окей и вот такой вот у нас это понятно да подскажите это какая лекция написали в начале вот 7 7 x вот здесь вот как вы там написали я что-то прослушала так извините у нас была вот эта часть уравнения мы просто его захотели упростить мы четверку перекинули туда вот перекинули туда и потом решили и потом обе части поделили на 2 вот так вот у нас получился x равен 3.5 и потом у нас просто вышли вот а подскажите это какие лекции в модулях именно с вот этими и для меня эта тема немножко непонятна поэтому я потом отдельно хочу хорошо это это прошлая лекция прошлая лекция дайте я вам еще в конце посмотрю ладно с этого вместе посмотрим и мне напомните посмотрим с платформы окей вопрос есть еще поэтому да давайте опять же я про практические примеры что-то вот то что вы сказали команда 1 команда 2 но в каком вообще контексте не поняла я это может быть как пример что они вообще делают эти команды я не понимаю а мы ищем ответы какие какой x вообще у нас подойдет для смотрите задачи могут быть самые разные как вы знаете искусственный интеллект он там можно с помощью математики много вещей считать грубо говоря да типа конкретный какой-то пример они не показывают просто если у вас будет такое условие где скажем какая-то информация у вас в виде линии выражена и еще какая-то информация в виде линии выражена и вам нужно узнать какие значения вам дадут какие значения будут совпадать для обеих этих функций тогда нам это нужно тогда нам это понадобится сейчас мы сделаем еще примеры с двумя измерениями хорошо и там думаю будет понятнее так окей по логике здесь понятно как это все получилось ну еще тогда вопрос вот мы как пользователи искусственного интеллекта мы же задаем вопросы действительно жизненные такие вот да не всегда мы же математику там решаем или что-то да или линии какие-то да вот и что-то я хотела ладно потом сейчас я вспомню прервала мысль хорошо я прошу мы же ну ладно да я потом вспомню сейчас и скажи мысль пришел просто вы в данном конкретном случае про команды говорили но чтобы оно было яснее мне кажется надо было сказать что эти команды делают да там я не знаю просто вы говорите команда 1 команда 2 а что они должны делать какая представим команда болельщиков первой группы и команда болельщиков второй группы и вот турнир проходит и где этот турнир будет пересекаться где они эти две команды встретятся на турнире одном наверное так ну да можем так тоже можно говорить я думаю ну просто когда говорите команда не совсем понятно почему я здесь сказал команда это потому что вот знаете вот эти эти условия квадратные скобки здесь они обозначают или и получается с этой команды нам нужен либо этот участник либо этот участник один из этой команды хоть кто нам без разницы то же самое здесь хоть кто из этой команды нам нужен без разницы кто нам нужно найти значение значение x при котором хотя бы один где у нас будет вот здесь уже это эта скобка это скобка у нас что говорит найди мне все значения x где будет хотя бы по одному человеку с каждой команды вот и вот получается ответ вышел такой получается если если квадратная скобка то но любой труб отходит даже если есть один до фоллс как на лекции говорили фигурная скобка просит 2 труда если бы там были везде фигурные у нас бы не было решения у нас вот опять же да вот эти квадратные скобки это или или у нас задача когда у нас будет допустим то же самое один из игроков но по графику мы видели то что до минус 1 да и от ветер и бесконечности как вы именно вот это вот поняли потому что я как предполагала то что это интерес когда они пересечения да то есть это от 5 до 10 то есть две команды встретиться когда они будут от 5 до 10 допустим то есть на пересечении а то что до 1 это у нас только одна же работает то есть это не и это будет больше или за в этом случае когда у нас до 1 идет и потом от 10 и выше может тогда еще одну указать хорошо давайте здесь мы один раз еще раз нарисуем вот у нас есть значение минус 1 3.5 5 и 10 и так вот у нас условия давайте вот у нас условия дамы тут решили сократили вот и вот второе и так что нам здесь говорится икса икса может быть хоть что любое число больше трех больше трех любое число больше трех вот так это у нас он идет бесконечность и это он у нас относится к команде 1 2 что у нас говорит условия x больше а x меньше десяти любое наверное лучше сверху сделать вы хотите что наверно лучше сверху а снизу мы вторую команду и вот это у нас тоже первая команда один идет бесконечность ту сторону один идет в ту сторону нам нужно или скажем если бы у нас отойдем от тем если у нас было бы такое выражение не или а и тогда бы мы вот эту часть закрасить но нам но у нас спрашивают не это так они в бесконечности встретиться вот это вот да типа они встретятся в бесконечности потому что дальше у них продолжение да непонятно да я просто как саму задачу изначально не поняла все сори извиняюсь нормально понимает но нормально у нас оказывается . 5 включительно тогда почему . потому что 10 покрывает тогда получается 10 от 10 и меньше уже покрывает . 5 тогда давайте давайте посмотрим смотрите давайте сделаем по по отдельности порядка все поняли да то что мы и так теперь второй пример вторая команда у нас будет x должен быть больше пяти да сам x выбрать мы не можем ойсса саму 5 мы не можем выбрать просто все что больше все что больше пяти это у нас во второй и со второй команды и следующий у нас все значения x меньше 1 было опять у нас мы один не выбираем и все что меньше идет теперь понятно пересечения их объединения ага а теперь мы пришли мы вот эти маленькие скобки начертили вот то что у нас были вот эти или или начертили теперь у нас вопрос какие значения x должны быть чтобы все подходили чтобы было там подходила и первая и вторая система мы смотрим где у нас говорите вы хотели сказать конец дети случайно мы мы можем увидеть здесь то что вот у нас здесь вот такая вот линия и вот здесь у нас есть две команды да здесь есть две команды зеленая и синяя команды здесь у нас нету двух команд и здесь у нас нету двух команд и дальше вот здесь после в минус одного у нас снова становятся две команды мы как раз записали от минус бесконечности до минус одного и все что больше пяти и до бесконечности нас охватывает вот это понятно и у нас на вот этот вопрос на вот эту систему функции горный фок если так посмотреть получается наше первое условие в котором говорится или вообще там x принадлежит любому числу а второе условие говорит то что все что лежит до минус одного и от 5 и выше принадлежит иксу то есть мы написали просто ответ на 2 если так посмотреть ответ на 2 давайте посмотрим да да по сути это ответ на 2 все правильно потому что под первая синяя команда синие стрелочки они в принципе все входит туда да все реальные номера ходят да вот так вот а здесь да мы по сути правильно написали для 2 все правильно еще вопросы есть по этой теме нет нет спасибо окей хорошо я стираю прошу да 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 и так допустим у нас есть несколько у нас есть несколько функций да здесь три функции три функции это 3 3 линии игрек равен 2 игрек равен 2 игрек равен 2 икс и игрек равен минус икс плюс 6 как это будет выглядеть у нас на нашей координатной но игрек равен 2 будет просто параллельно иксу но до дирекса равна нулю да получается всегда всегда где игрек 2 эта линия скажем давайте другой цвет возьмем линия у нас будет параллельно иксу потому что по сути если мы плюс б до к x плюс б здесь у нас нету ни к ни икс это значит у нас к икс равны нулю да и у нас нету коэффициента а первое это же у нас просто . да игрек равняется двум это это просто . да нет нет это это функция это прямая почему это прямая почему это прямая потому она просто упрощенная мы можем записать это вот как игрек равен к x плюс б ну или плюс 2 просто здесь у нас к икс вот у нас углового коэффициента нету икса нету то же самое что записать игрек равен ноль ноль умножить на ноль плюс два вместо к x да и того у нас а если у нас там и икс ноль и ик 0 это это просто . не линия нет это линия нет 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 смотрите я понимаю о чем вы говорите по игрек равен двум это же игрек точка координат нет здесь мы игрек записываем еще как функцию вот здесь вот игрек вот это игрек это линия и скажем это тоже линия потому почему потому что мы можем ее записать вот так вот по сути если мы напишем она просто выглядит похоже на как игрек равен двум как точка на самом деле это линия она просто так представлена и вот я здесь если мы вот так подставим скажем вот такая линия какой здесь угловой коэффициент когда икс идет направо на сколько увеличивается игрек ни на сколько не увеличивается до коэффициент 0 и хоть какой бы у нас был бы икс x1 x2 x3 везде игрек будет равен двум на каждой везде где поэтому просто игрек равен двум значит игрек тупо там а то есть он получается 2 плюс икс так как я понимаю простите где он там получается сверху первое здесь 2 плюс икс нет здесь на 2 это что 2 это у нас бы вспомните то что там где икс равно нулю и игрек это будет б да 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 обрати внимание данный смотри у тебя к равен нулю вот тут самое важное и какой бы ты икс не подставила верхнюю форму а где у нас икс вот-вот-вот смотри расписываем вот смотри там расписано сверху к умноженное на икс к умноженное на икс вот смотри у тебя к равен нулю и теперь ты подставляешь любой икс и при умножении на 0 у тебя получается 0 и например а все теперь понятно например тебе игрек всегда будет равен нулю икс и 1 это будет это будет игрек равен 0 умножить на 1 плюс 2 это по любому 0 это у нас быть 2 потом игрек равен x равен двум это будет 0 умножить на 2 плюс 2 и вот он у нас постоянно будет будет 2 просто игрок до каждая линия этом бесконечное количество точек на окей так теперь давайте построим следующую линию у нас здесь игрек и 2x у нас получается коэффициент какой положительный когда у нас x увеличивается на 1 насколько у нас увеличивается игрек два раза получается . здесь у нас и идет вот так вот идет эта линия сейчас мы записываем мы записываем пока эти линии на моих выстроить хотим для 2x для следующего да вот для 3 этих линии хотим вы выстрелить вот 2x мы уже выстроили получается здесь если мы скажем на это вот давайте зеленым делал сюда подставим 1 на при иксе равном одному сколько чему будет равен y 2x до 2 умножить на 1 и вот здесь эта точка давайте поставим еще два поставим двойку будет 2 умножить на 2 получается здесь уже будет . 44 и вот мы можем здесь провести линию прямой и так выстроим это y равен минус x плюс 6 плюс 6 что нам может сказать когда у нас нулю игрек будет 6 проходит здесь значит на . и равен минус 1 правильно это что значит каждый раз когда мы убивать двигаемся вправо каждый раз он идет в минуту назад и x равен одному y будет равен минус 1 сверху вниз получается линия это убывающая линия будет 5 в общем идет вот такая вот у нас линия прямая линия на прямая линия получается эта линия мы можем эту линию также записать эта линия равна минус x плюс 6 эта линия у нас равна 2x понятно теперь что мы хотим делать давайте найдем площадь этого треугольника который у нас здесь появился кто помнит форму как найти площадь треугольника однако 1 2 высота на основании высота нужная на основании формула ну давайте мы ее перепишем чтобы она была более нам понятно что у нас такое высота высота это на какой координате у нас на x минус 6 и грек да высота это игрек вот она высота у нас для дельта игрек умноженное на дельта икс получается нам нужно здесь найти вот эту дельта игрек нужно найти дельта игрек и отсюда вот нам найти нужно дельта игрек это понятно окей и так да как мы это сделаем мы у нас есть что здесь есть мы видим мы видим нам нужна верхняя точка и нижняя . нижнюю . . мы знаем это 2 если у нас дельта игрек дельта 2 минус и грек 1 минус и грек 2 минус и грек 1 и грек 1 мы знаем это 2 это . и грек датс . точка пересечения правильно точка пересечения каких линий и пересечения и грек равен минус икс плюс 6 что мы и да мы можем просто их приравнять и записать как 2x равен минус x плюс 6 можем перекинуть x туда это будет у нас 3x плюс 6 равен плюс 6 x равен и так на эту точку мы нашли у нас здесь x равен 2 при x равном 2 получается вот эта точка пересечения мы ее нашли у нее x равен 2 теперь давайте найдем y если x равен 2 сюда просто подставим 4 2 равно 4 y равен 4 и так y 2 y это у нас 4 минус y1 это у нас 2 то будет 2 теперь у нас мы знаем дельта у нас есть еще до . . пересечения двух других функций игрек равна 2 давайте другой цвет возьмем ищем вот эту точку первое выражение у нас игрек равен двум а второе игрек равен 2x минус x плюс 6 минус x плюс 6 просто 2 равно так смотрите 2x это у нас эта линия мы ищем вот красную линию и а двойку туда x равен 4 а двойку туда x равен 4 и так здесь у нас x равен 4 пересечении это мы знаем давайте давайте еще раз напишем где 2x и 2x здесь x равен 1 x равен 1 и грех равен дом и так мы знаем x здесь x 1 x 2 получается 4 минус 3 дельта x 4 минус 1 равен 3 и теперь мы возвращаемся к нашей формуле чтобы теперь у нас мы знаем дельта x мы знаем дельта y можем просто подставить формулу 1 2 умножить на 2 и умножить на 3 и скажем метров подать окей так это понятно да поэтому вопросы есть поэтому задачи по этой задачи есть вопросы нет так окей вы поняли да то что у нас функция в принципе это значение линии да так окей еще раз разобраться тогда дочка отвлекалась у меня не получилось у кого еще есть проблемы на эту тему у меня тоже давайте быстренько посмотрим нам просто говорят икс больше одного да вот у нас и как я сейчас понял это . обычная нет смотрите больше может быть одного у нас может быть и равен или равен 1 вот один он может у нас быть один он может у нас быть 2 3 4 5 и вот так мы рисуем то что он идёт туда до бесконечности один входит не пустой круг мешок показано . закрашенной закрашен и прекрасно правильно закрашены почему потому что у нас здесь есть равно 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 что равно нулю значит считается это сюда да и просто равнера при равнивает знак равенства если есть значит вот заграшен а правильно да если у нас есть знак равно значит здесь у нас она включительно он либо равен эта точка одному либо больше так давайте здесь делаем x меньше трех вот у нас здесь будет 2 здесь пусть будет 33 и так он не может быть 3x потому что три не меньше 3 3 равно 3 а все что ниже но все может быть меньше трех любая точка вот здесь может быть меньше чем 3 90 299 вот включить отсюда начинает да 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 как это не фигурная скобка то это получается или да или и а вот это или это или да например если мы хотим сказать какой x подойдет что было или то или это здесь мы видим принципе все подходит все подходит так x элемент теперь если мы сделаем давайте здесь делаем фигурные скобки теперь то же самое только в фигурных скобках теперь что нам подходит только там где у этих выражений правильно и это у нас вот этот отрезок где они в общем от 3 получается и только не от двух там 9 9 9 9 до 3 никогда но мы получается ставим какую-то скобку фигурную скобку фигурную скобку если у нас равно или больше или равно или меньше или равно если элемент равно присутствует то мы делаем квадратную конкретную скобку но там же не присутствует тогда получается круглая это вот мы начинаем от однерки ходит от однерки на воду x либо равен либо больше и до идет до 3 до 3 но тройка не входит и вот так мы это напишем а то что у нас не становится то что у нас было дальше скажем вот то же самое выражение которое у нас было опять мы находим или или да здесь мы нашли или или и здесь мы нашли или или так лучше пример до привести они там по тому примеру помню принципе принципе мы так сегодня был мы так поищем вот смотрите здесь функция здесь функция здесь функция здесь функция допустим вот у нас линия опять у нас здесь скажем первое вышло то что он идет отсюда во и туда там x x больше или равно трем да вот это значит их с большим трем закрашиваем второе второе выражение отсюда пусть будет у нас 5 больше или равно 3 это похоже тоже идет в ту сторону и скажем здесь у нас выражение которое нам скажет то что у нас координаты выходят какие нам нужны все значения x которые получают здесь у нас написано x больше трех здесь написано x больше чем пять давайте здесь где равно правильно правильно вот молодец так здесь скажем пусть будет он тоже больше чем пусть будет 111 или давайте сделаем вот так вот круглый круглячок скажем x больше больше 1 и здесь скажем x меньше 2 здесь у нас 2 опять тоже у нас круглый здесь потому что 2 не входит меньше 2 это все что идет в ту сторону на 2 и меньше и теперь мы говорим давайте мы найдем все точки x которые подходят к обоим где есть и команда а и команда б вот скажем опять вот команда а получается круглая скобка 1 а нет давайте правильно правильно круглая скобка x это элемент круглая скобка 1 потом 1 подождите нет почему один давайте вот так сначала до того как писать давайте вот так опять посмотрим нам нужно нужен отрезок где будет и первый и человек с первой команды и человек со второй команды вот у нас они оба с первой команды вот у нас со второй команды так мы делаем в этом отрезке у нас и красные зеленые есть это мы можем сказать то что а здесь нету здесь есть зеленый но нет красного здесь нет красного здесь нет красного красный только здесь значит решение нет нет есть почему нам нужно Смотрите, что это значит? Есть вот зеленая бесконечность, где идет? Нам нужно... От трехной бесконечности. А, понял, от трех. Вот у нас здесь четыре стрелки, да? По сути, что нам говорят? Смотри, вот у тебя есть красные стрелки и зеленые стрелки. Нам нужно, чтобы была хотя бы одна красная стрелка и хотя бы одна зеленая стрелка. Если будет две красные и одна зеленая, можно. Если будет две красные и две зеленые, тоже можно. Но если будет одна красная и не будет зеленых совсем, или две красных и не будет зеленых совсем, тогда это нам не подойдет. И вот тот отрезок, где у нас есть и красная, и зеленая, все войдет в наш ответ. Это получается 3. С какими скобками? Квадратная. Правильно. И идет у нас до... Потому что включительно с нулем до бесконечности. Правильно. Идет до бесконечности. Хорошо.